Уважаемые товарищи, разрешите открыть нашу традиционную конференцию, которую проводит Институт развития профсоюзного движения, непосредственно по организаторам, которые выступают целый ряд очень уважаемых организаций. Фонд Рабочая Академия, Федерация профсоюзов России, Невиномирский институт экономики, управления и права. Я особенно хотел бы отметить вклад Невиномирского института экономики, управления и права, который публикуют материалы нашей конференции. Я не устаю повторять, что с каждым годом серия уникальных выпусков, уникальных сборников множится. Потому что мы это делаем с 2003 года, накопилось почти 20 уникальных совершенно возборников, которые отражают научные позиции, которые формулируются теоретиками, стоящими на позициях рабочего класса с одной стороны, а с другой стороны обобщается опыт практиков. И вот наша конференция всегда действительно научно-практическая, потому что здесь выступают люди, которые в своей повседневной работе, в своей повседневной борьбе реализуют положение, рассматриваемая конференция в теоретическом плане. Мы всегда подчеркиваем, что то, что мы сейчас с вами делаем, так говоря, языком науке, это пленарное заседание, то есть некоторые основные постановочные доклады, их обсуждение, территория, потом мы продолжаем с вами работу в этом русле, уже в рамках российского комитета рабочих. Конечно, российский комитет рабочих имеет самостоятельное значение, это не продолжение конференции. Скорее наоборот, наша конференция всегда подстраивается под тематику и под специфику работы российского комитета рабочих. Но вот эта связь неразрывная дает нам возможность всегда публиковать в материалах конференции выступления товарищей, прежде всего товарищей рабочих, сделанные на заседании российского комитета рабочих. и поэтому вот наши сборники, материалы действительно уникальны. Я берусь утверждать, что больше в мире нет таких сборников, трудов научно-практических конференций, где бы так были широко представлены выступающие рабочие. Вот больше таких сборников нет. И это не просто предмет гордости, а это большое достижение. Большое достижение в науке, потому что мы знаем, что наука, особенно наука, связанная с интересом мировой учебного класса, должна проверяться практикой. Вот здесь такое соединение происходит. Сегодня мы проводим конференцию, которая называется «Коллективный договор как система забастовочных требований». Если вы посмотрите тематику наших конференций, то вот мы начинали, первый был акконференции в 2003 году, проведенный, который имел близкое название. Речь шла о коллективно-договорном регулировании, отношении между работниками и работодателями, тоже как будто бы шла речь о коллективных договорах, она действительно шла. За эти 18 лет рабочие движения и те, кто от лица науки участвует в нем, сделали заметный шаг, ну, по крайней мере, в осмысленении этих проблем, в анализе. И вот этот опыт 18-летней работы, он, конечно, не пропал, и мы в этом убедимся. Убедимся в рамках сегодняшних выступлений, с одной стороны, с другой стороны, в рамках тех материалов, которые будут опубликованы. Я хочу представить теперь президиум, тот редкий случай, когда в президиуме находятся люди-нерабочие, я говорю, тот редкий случай, потому что в этой же аудитории завтра будет происходить заседание Российского комитета рабочих, семинара по рабочему профсоюзу движению. Вы знаете, что это место забронировано за делегатами рабочими, делегатами от рабочих профсоюзов или от инициативных групп рабочих. Ну, а сегодня здесь выступают представители науки, я представлю Золотов Александр Владимирович, доктор экономической наук, профессор, научный консультант Российского комитета рабочих и председатель комитета конференции, которую мы сегодня проводим. Значит, Кирилл Валерьевич Юрков, доктор... Ну, быть вам доктором. Ты же не хотите сказать, что я ошибаюсь? Кирилл Валерьевич. Кандидат технических наук, преподаватель Красного университета фонда рабочей академии. Я думаю, товарищи, кто занимается в Красном университете и кто просматривает его лекции, эти лекции очень хорошо знают. Кирилл Валерьевича. И Кирилл Валерьевич, также с недавних пор и консультант Российского комитета рабочих. И Денис Валерьевич Дегтярёв, кандидат в медицинских наук, тут ошибок нет, и тоже преподаватель Красного университета, научный консультант Российского университета рабочих. Ну и вот, поскольку мы эту кашу заварили, то мы, естественно, готовили эти постановочные доклады, с ними будем выступать. Ну а теперь, по нашей традиции, мы хотим показать, что наша конференция действительно необычная. Я хотел, чтобы участники ее представились. Здравствуйте. С Вас. Проходите. Проходите. Здравствуйте, старающие. Меня зовут Алексей Чопа. Я рабочий. Здравствуйте. Роскакомчик у них. Экспериментально-производственного комбината Российского федерального университета. Спасибо. Член Руковской партии России. Ну, вот, науки тоже имеют отношение. Проходите, значит, что это университет. Здравствуйте. Я Екатеринов Евгений, подручница Толивара с метрологического завода. Так и называется метрологический завод, да? Да. Член Руковской партии. Да, член Руковской партии. Здравствуйте. Я Максим Галарин. Я истинный руководитель автобуса. Член Руковской партии. Вся поседатель прав союзу работников стемиумобильного автобуса. Работников городского надземного пассажирского транспорта и движения. Член Руковской партии. Здравствуйте. Никита Владевич, слесарь, ТТУ, город Самара, по нищему правлению. Петер Андреевич, город Королев, оперативный набор Чапова, ООН, Платон Мера. Яртельный, ТТУ, слесарь, по нему отлежного состава, ТТУ, город Самара. И Павел Юрьевич, слесарь, морщинчатого завета, Самарская ГРЭС. А кто еще хочет представиться? Тут нет необходимости. Кто хочет? Горгуш Кинсений, электромонтер, город Электросталь. Старчина Ксения, кандидат биологии генерологических наук, член рабочей партии России. Корченгин Виктор, город Электросталь, нейтрологический завод, огневопорщик. Хорошо, все, товарищи, представились. Ну-ка, приступаем непосредственно к нашему оборудованию. Дорогие товарищи, слово для доклада предоставляется золоту Александру Владимировичу, доктору экономических наук, профессору. Уважаемые товарищи, я хотел бы сделать доклад, который называется так. Коллективный договор, как план борьбы сильного профсоюза. Ну, очевидно, что тема доклада связана с темой нашей конференции, но немножко по-другому все-таки сформулируется. Итак, почему мы придаем такое значение коллективному договору? Вот этот, казалось бы, это просто документ. Мало ли каких документов мы встречаем в жизни. Очень много всяких документов, издается везде. Но коллективный договор – это особый документ. Это документ, который призван выразить интересы рабочих целого коллектива. Конечно, каждый в состоянии сам, в определенной степени, в состоянии выразить свои интересы. Но когда человек устраивается на работу, или когда он в дночка работает, он попадает в какую ситуацию? Он работает в кооперации труда. А кооперация труда – это та форма труда, при которой много лицев, полномерно и во взаимодействии друг с другом, работает в одном и том же процессе производства или разных, но связанных между собой процессах производства. И поэтому, на самом деле, положение каждого рабочего всегда находится в зависимости от положения других. Касается ли это организации труда? Касается ли это условий труда? Касается ли это графика режима рабочего времени? Поэтому добиться того, чтобы в одиночку, можно и выразить свои интересы, но чтобы реализовать это, если это достигается, то это, наверное, какое-то исключение. Давайте не будем исключать. В жизни всякое бывает. Но мы все-таки должны смотреть на то, что является правилом, а не исключением. То, что является закономерным, а не отклонением от закона. И вот закономерным является то, что рабочие, трудясь в кооперации труда, могут обеспечить свои интересы только совместно. Для того, чтобы обеспечить свои интересы, надо прежде всего их выразить. И вот здесь роль коллективного договора совершенно незаменима. Нам каждому приходится подписывать, наверное, не наверное, я надеюсь, что все мы работаем в условиях оформления наших трудовых отношений. И когда мы подписываем договор, то это очень такой малосодержательный документ. Да, вот ваша специальность, вот рабочее место, без какой-то конкретизации. Вот, значит, ваш должностной оклад, заработная плата. И все очень коротко. Когда приходишь на это рабочее место, выясняется, что здесь целый ряд параметров. И что, я еще раз говорю, это рабочее место находится в системе других рабочих мест и зависит от них. И вот возникает необходимость, конечно, такого документа, который определяет наше с вами положение, потому что, или включает его как составную часть, как элемент. И вот коллективный договор как раз и отражает и условия труда всех, и в том, а раз всех, то и каждого из нас. И организацию труда в аспекте влияния на положение работников. И, так сказать, графики режима рабочего времени. Это особо важный, особо значимый аспект условий труда. И льготы, и гарантии для работников. И гарантии профсоюзной деятельности. Поэтому коллективный договор – это незаменимый документ в обеспечении интересов рабочих. Ну, конечно, коллектива. Мы берем поэтому предприятие, где не один рабочий, такое тоже бывает, или не два рабочих. Такое тоже бывает, они рабочие. Но, наверное, в таких ситуациях коллективный договор не является необходимым. Если же идет речь о коллективах крупных предприятий, особенно промышленных предприятий, а сегодня производственные предприятия, не только промышленные, энергетические предприятия, связанные с добычей, переработкой, с транспортировкой полезных ископаемых и так далее. То есть здесь речь идет о сотнях, а иногда и тысячах людей. И здесь, конечно, коллективный договор совершенно необходим. Значит, логика его тоже понятна. Вот иногда казалось, что самое главное, что волнует рабочих – это заработные платы. Ну, вот с этой идеей в свое время выступал очень активно Сергей Владимирович Храмов, руководитель профсоюза рабочей силы. У него рабочая сила, это, так сказать, была рабочая лошадь такая, лошадь, рабочий знак этого профсоюза. Был вообще соцпроф. И вот он говорил, что «Да нас ничего не волнует, все эти проблемы организации, производства, только заработные платы». Правильно ли это подходит? Вот я думаю, что мы, как люди, придерживающиеся марксизма, ленинизма, то есть, которые ставят в качестве приоритетного фазу производства, именно фазу производства, с этим согласиться не можем. Неужели отношение распределения, а зарплата есть отношение распределения, это главное в производственных отношениях? Мы с этим не можем согласиться. Распределение вытекает из того, какое место вы занимаетесь в системе общественного производства, какое место вы занимаетесь в коллективе, какая роль ваша организация в коллективе. Поэтому, конечно же, наши интересы надо выразить, интересы рабочих, работников, прежде всего, начиная с вопросов организации производства. Да, конечно, организация производства в условиях капитализма находится под контролем решающим собственника, то есть, капиталиста. И он бы как раз не хотел бы, и очень поощрял идею такого, что ваше дело только заниматься заработной платой, аж мы как-нибудь организуем. Но рабочий класс и рабочие с этим не могут согласиться, потому что кого организуют? Рабочих. Что организуют? Их жизнь. Это значит, их сфера жизненных интересов. Они все доверяют тому субъекту, интересы которого противоположны интересам рабочих. Вот я думаю, подходить с точки зрения профсоюза соцспорта глубокая ошибка. Это заранее сдавать коренные позиции, даже под лозунгом того, что мы такие непримиримые борцы. Поэтому хороший и правильный коллективный договор должен прежде всего включать обязательства работодателя по организации производства. В каком аспекте? Значит, как определяется роль работников, да? Как, в какой форме трудятся, там, бригадные, небригадные формы. И, конечно же, поскольку коллективный договор – это договор, то работники здесь выражают свои интересы и выбирают те формы, в которых им легче трудиться, в которых удобнее трудиться, в которых они чувствуют, так сказать, локоть и эффективнее могут не только работать, но и бороться. Поэтому я вот перед вами лежит коллективный договор докеров, да, ПКТ. Вот здесь в организации производства записано, что рабочий организуется докер, бригады – это разница в организации производства, да. А дальше, а кто определяет, кто является бригадиром и как он работает? Вот это определяется тоже коллективным договором. И выдвигаются здесь требования работниками. Вот когда мы это определим, тогда уже значительно легче будет обеспечивать следующий вопрос. Если мы организуем так производство, что на все коренные вопросы организации производства непосредственно затрагивающие интересы рабочих согласуются с профсоюзной организацией, тогда мы можем решать вопросы занятости. Ну и вот здесь уникальный пункт. Я с удовольствием наблюдаю, что этот пункт воспринимается во всех проектах коллективного договора, что устанавливается численность рабочих, работников не ниже, закрепленной вот в этом коллективном договоре. А если вы начинаете ниже, значит вы нарушаете требования коллективного договора. Когда определена вот эта сторона гарантии занятости, что происходит, если повышается производительность труб, да, значит мы тогда ищем места для рабочих. И мы теперь знаем, если уж говорить о том, куда шагать дальше, что надо тогда предусмотреть сокращение рабочего времени без понижения зарплаты, как средства сохранения занятости. Вот это в лучшем на сегодняшний день коллективном договоре этого нет. Ну что ж, мы должны что-то сделать, сказать, новые хотя бы понимания, по сравнению с тем, что было сделано десятилетия назад. Это тоже относится к организации труда и к сохранению занятости. Когда мы сохраняем занятость, вот тогда уже нужно обеспечивать условия труда. И здесь, разумеется, речь идет о том, чтобы выразить как можно детальнее эти условия с точки зрения требования охраны труда и его безопасности. Вот в приложении, а вы знаете, что приложение коллективного договора имеет силу коллективного договора об охране труда в 49 пунктах. И там это вот, так сказать, идет, вот в этом, да, по каждой специальности, по каждому подразделению. Чем лучше это, чем детальнее, тем лучше. Значит, каждый тогда работник будет видеть свое место в этой общей борьбе, и, так сказать, ценить этот документ, который непосредственно относится к нему не только в виде общих положений, а в виде конкретных специфических положений, затрагивающих его интересы, интересы его группы, так сказать, его рабочего места, там, участка и так далее. Вот после этого идет, так сказать, рабочее время, что тоже очень важно. Мы с вами понимаем, что прогресс техники позволяет производить или выполнять тот же самый объем работы с меньшими затратами рабочего времени, и это не основание для сокращения рабочих, а это основание для сокращения рабочего времени без понижения зарплаты. И вот эту норму закрепить очень сложно, но нужно, по крайней мере, в проекте коллективного договора мы должны писать именно эту норму. Дальше идет, так сказать, речь, вопрос о заработной плате. Это тоже очень важный вопрос, и здесь тоже чем обстоятельнее будет рассмотрены все аспекты, связанные с нормированием, да, если вы работаете на старом оборудовании, как вы можете выполнять норму и получать, так сказать, заработную плату в нормальном размере? Никак не можете. Ну, это уже или тогда требует сверхусилий, так вот надо, к примеру, сделать хорошо старое оборудование, ну, тогда мы пересматриваем норму в сторону смягчения для работников. То есть, работа на старом оборудовании требует не часа, она уже старая, а два часа. Будьте добры, обеспечьте нормальную заработную плату. То есть, здесь неистащимый, так сказать, неистащимый, неисчерпаемый простор для того, чтобы каждый работник подумал, что нужно сделать, какую нужно закрепить норму, улучшающую его положение. Я говорю, подчеркиваю, улучшающую, потому что смысл коллективного договора, если это только будет повторение норм Трудового кодекса, не надо писать коллективный договор. Коллективный договор признал улучшить положение. Это не благотворительность, это улучшение того факта, что производство развивается, а развивающееся производство всегда дает возможность материально для улучшения положения работников. Это вот выдавили, так сказать, из работодателей, от класса работодателей, это вот закрепили роль такую коллективного договора, и этим работники должны пользоваться. И вот когда мы составили этот прекрасный проект, взаимоувязанный, по всем параметрам, о которых я говорил, мы еще не получили план. План – это комплекс взаимоувязанных директив, а эта бумага никого еще не обязывает. И больше того, ну, составили, поговорили. А вот теперь мы пойдем к работникам. Они вот будут нас поддерживать. Вот выходили. Мы даже не с целым коллективом нас выжим, там, где прошли 6 часов, никакая будет первая реакция. Вот это не сразу же так, все сразу скажут ураск. Да ну, это фантазия. Ну, давайте различать фантазии, там, мечта или перспектива. Да, мечта, она опережает действительность, но не отрывается от нее. Поэтому люди говорят, что надо мечтать. Да. Ну, вот люди должны в этом убедиться. То есть надо побеждать их, что это возможно. Тут тьма примеров на этом предприятии, в этой стране. Смотрите, это можно. Когда люди это приварят, они скажут, да. Да, действительно, дело хорошее, это реально, мы, в общем, за это уступаем. Значит, сначала вот они, вы их убедили, они проголосовали. Ну, и теперь, поскольку это коллективный договор, это есть вторая договаривающая сторона, вот пока еще рабочий класс не власть, он же не может это просто утвердить и принять их к исполнению для администрации. Надо договариваться с представителем и работодателем. И, наверное, люди думают, что поскольку они так все хорошо составили, и это на пользу дела, на пользу работникам и на пользу, значит, и предприятию тоже, то работодатель, конечно же, это примет. Есть такие люди. Вот вы пришли, отдали это дело, и предприниматель вас просто проигнорировал. Проигнорировал. Да, потому что говорят, да это немыслимое дело. Немыслимое дело. Чем конкретнее выражены интересы работников, тем больше оснований у работодателя не принимать их. Потому что это накладно. Непосредственно накладно. А что там в конечном счете, это вот мы еще посмотрим. Значит, тогда это еще проект элективного договора не стал планом действия, планом борьбы сильного профсоюза. Мы пока еще не сформулируем, что такое сильный профсоюз. Хорошо, значит, второй тогда, вторая волна идет работы. Какая работа? Вторая волна стоит в том, что, ну, смотрите, нас проигнорировал работодатель, давайте-ка мы от него потребуем, чтобы он уже не просто на свое усмотрение хочу, значит, принимаю, хочу, не принимаю, попал в процедуру, предусмотренную законом. Да? А закон присматривает, что, значит, требования, так сказать, там, в начале коллективных переговоров, тут надо реагировать, иначе тут начинаются уже следующие шаги. Приходим, отдаем это дело, сначала снова голосуем за то, что давайте потребуем, потому что вы смотрите, как к нам обошелся. Значит, у работников, между прочим, начинается некоторое повышение градусов в таком настроении. Что же, ну, так все хорошо, все, вот, мы думали уже себе в карман положили, и в лучшие условия труда, а он на это дело наплевал. Давайте потребуем. Значит, вы начинаете это, так сказать, предъявлять, как требования, вторая волна, да, эти требования, значит, ну, они как? Начинаются коллективные переговоры, можем представить себе, чем они закончатся. Они закончатся тем, что он, конечно, этот проект не примет. Значит, нужно теперь сделать третий шаг. Какой третий шаг? То есть, это все еще проект, это все еще бумага. Это, конечно, образ будущего, но это еще не план борьбы. А борьба уже такая началась. Значит, третий шаг стоит в том, что тогда приходим к рабочим, говорят, вы знаете, что вот мы все прошли, все присмотрим законы, процедуру переговоров, ничего у него не говоришь, он твердо стоит на своем, никаких аргументов не слушает, на все он наплевал. Значит, эти люди понимают только силу. Поэтому давайте-ка начинать, так сказать, трудовой конфликт. Да? Доступайте за проведение забастовки. Ну, хорошо. Вот проведение забастовки, это такая, тоже неформальный акт, конечно. Если бы вы сразу пришли и сказали, давайте будем бастовать. Ну, это люди, которые не прошли первые два этапа, они бы не поняли, не поддержали. То есть, людей надо завести. Вот убедить их, что да. Что, видимо, без того, чтобы каким-то не прибегнуть к этим мерам, приусмотрим законам и Конституцией, но, тем не менее, экстраординарным мерам своего не добиться. И вот теперь идет третья волна, когда мы выступаем за то, чтобы бастовать и формулируем эти требования, и формулируем таким образом, что выполнение какого-либо требования не означало завершение забастовки, потому что другое требование будет не выполнено. И для этого коллективный договор, подробно написанный, это просто великолепно. Проект коллективного договора. Великолепный материал. Потому что мы это выполнили, а это не выполнили. Значит, мы продолжаем нашу забастовку. То есть, вот на таком фоне, когда работники бастуют, организованные профсоюзом, мы видим ситуацию, что начинает осуществляться этот коллективный договор. Он превращается в комплекс директив. Кого? Не просто напишется, что обязательство работодателя. Обязательство. Я перевожу свойство на латинский. Директива. Он становится обязательным для работодателя под угрозой забастовки или при проведении забастовки в той форме, в какой она может длиться бесконечно долго. И мы об этом уже здесь говорили, я не буду возвращаться. Если вы бастуете по часу в смену, вы можете бастовать сколько угодно долго. Но если надо нажать, значит два часа в смену бастуем. А в шесть часов работаем. То есть, форма убирается так, чтобы нанести максимальный ущерб интересам работодателей и минимальный ущерб интересам работников. Вот в такой борьбе этот документ начинает оживать, и жизнь идет в соответствии с ним. И он превращается в план. То есть, комплекс взаимоувязанных директив, выражающих интересы работников. Разумеется, вот чтобы всю эту работу проделать, нужно иметь большую настойчивость. Надо иметь быть сезустремленность. Надо, значит, выдержку иметь. И полагать, что коллектив сам, даже в лице самых таких ярких своих представителей, которые вдруг выдвинулись в процессе конфликта, это сможет осилить, не приходится. Это может быть, но может быть только исключением. Вот для того, чтобы вести борьбу не с сегодня на завтра, а в течение ряда лет, а вы знаете, что докеры уже выявили норму времени. Какую норму времени? За сколько времени нужно готовить проект эрективного договора, чтобы он был принят, и из него можно бороться полтора года. Значит, полтора года это не готовят, процедура все проходит, потом еще год-полтора длится забастовка. Может, чтобы вот три года находиться в постоянной мобилизации, а кто-то сказал, что потом мне придется делать то же самое. Это надо воспроизводить, это же постоянно надо делать. Иначе это сразу превращается в бумагу из планов. Значит, нужна организация, которая выше профсоюзной организации. Какая организация? Партийная. Вот если будет партийная организация на предприятии, вот тогда можно рассчитывать на то, что эта борьба будет вестись столько, сколько нужно, и непрерывно, а нужно, так будем говорить, до победы социалистической революции. Ну, я понимаю, что где-то будет нажим, где-то приостановочка, все это понятно. Но, тем не менее, факт, все это происходит на фоне постоянной отмобилизованности ядра коллектива, который как раз и образует члены рабочей партии. Я говорю о рабочей партии вообще, но я думаю, что, поскольку здесь люди представлялись как члены рабочей партии России, вполне конкретной партии, что вот такую-то обязанность, не такое понимание должно быть у каждого члена рабочей партии России. И не случайно рабочая партия России поставила задачу создавать первичные организации на предприятиях. Вот если первичные организации не будут созданы, то все, о чем я говорил, значит, составление плана, проекта плана, который подробно, правильно, с перспективой выражает интересы рабочих, где в основе лежит организация производства, участие работников в организации производства, а распределение, можно сказать, вытекает из этого. Такой работой, которая предполагает несколько этапов, значит, сначала объяснить коллективу с голосованием, потом, значит, проголосовать за то, чтобы это приняло форму проекта коллективного договора для переговоров с работодателем. Потом, значит, приняло форму забастовочных требований. Вот такую работу могут повести только члены партии, и они должны это проводить. И это очень тяжело. Не скажу, а что легко? Что легко из того, что связано с развитием? Ничего такого легкого не бывает. Всякое развитие предлагает напряжение силы. Это очень благородная задача, и без того, чтобы ее не сделать, конечно, успеха не добиться. Но вот, судя по тому, кто сегодня собрался в этой аудитории, и кто будет смотреть нашу конференцию, выступление, это люди, которые намерены добиться таких результатов. Но раз они это проделают, а вот все, что мы перед этим говорили, все это уже проверено практикой и освещено теорией, то они, результаты этого обязательно добьются. Я думаю, что нам остается только призвать всех товарищей действовать соответствующим образом, и пожелать успеха в этой борьбе. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok